Итак, первый сюжет у автокомплекса «Фаворит» свое дело сделал. Сюда начали приезжать люди в большем количестве, чем ранее. И, естественно, конкурентов начало немножко подрасколбашивать. Как же так? Оптовик начал заниматься в розницу. Во-первых, этот оптовик никого не обижает. Если вы хотите вместе с «Фаворитом» зарабатывать, есть такая возможность, для вас сделают спеццены, и вы, в принципе, будете уплывать. Другое дело, что существуют люди, ну, не самые честные, которые просто, беря не самый дорогой товар, закручивают туда свою такую веселую прибыль. И вот на это, похоже, строятся. И поселок нежный, и там их много всего-чего. Немножко неправильно. Ребят, магнитогорцы – люди не глупые. И они, естественно, сюда приедут. Сюда приехать очень легко. В сторону соленого приезжаете, вот этот самый комплекс – это и есть здесь. Мало того, я сегодня открыл новую дорогу. Это для тех, кто живет в новых кварталах. То есть по лесопарковой через кладбище – ой, клево! Вообще, 3 секунды дело, мы даже не заметили, как долетели. Долетели за дешевыми ценами. И сегодня мы вас научим, как сэкономить, допустим, тысячу рублей на замене масла. Да не делать такие круглые глаза. Тысячу рублей на вас зарабатывают отдельные сервисы. Представляете, вам парят, что замена бесплатна, а вкручивают в цену масло. Вот эти самые деньги. Или фильтров. Кстати, некоторые самые одаренные берут бочки фирменные и заливают туда дешевое масло. Вы же не знаете, что там такое, правильно? Так вот, если вы приезжаете сюда, фаворит, на замену масла, вы точно знаете, откуда будет ваше масло браться. Потому что берется оно из открытых бочек и прям при вас. Тут нет вот этого самого замечательного слова. В общем, я его не могу произнести. Да вы не поймите, что это за казуха. Мало того, руководство комплекса «Фаворит» попросило меня не топить конкурентов. Но вы знаете, накипело. Особенно, когда скуляя и вымаливая взаимозачет обманывали меня. То есть руку, кормящую и дающую. Честно? Достал хронический и умом непонятый уровень цен. Кстати, цены реальные именно в «Фаворите». Такие, как в Москве, Самаре и Екатеринбурге. То есть средние по России, а не специальные для Магнитогорска. Особенно приятно это осознавать, видя продукцию сертифицированную для «АвтоВАЗа». Как то, замечательный красный антифриз «Феликс». И понимать, что в розлив это еще и на 20 рублей дешевле за литр. Ассортимент масел, представленных здесь, меня лично поразил, мне очень нравится. Я знаю много производителей масел. Здесь практически 80% производителей. Причем все фирменные бренды. Но вы располагаетесь немножко дальше, чем все. То есть не в центре города, на выезде, в сторону озера Соленое. Как сюда можно привлечь покупателей? Значит, когда мы решали об том ассортименте, который завозит наш магазин, мы решили поступить так. Завести масла, чтобы человек с абсолютно любым кошельком мог зайти и найти для себя, так скажем, подходящий вариант. Потому что я считаю, что не бывает хорошего или плохого масла. Есть два вида масла. Подходящее вашему мотору и неподходящее вашему мотору. Сходя из этого, мы постарались расширить мнеечку так, чтобы всем досталось. Но человек едет сюда, тратит определенное количество бензина. Чем он компенсирует? Ну, во-первых, если взять УКОИЛ, мы являемся официальными дилерами по УКОИЛу. У нас очень приемлемые цены, которые всем понравятся. Плюс регламентные работы мы произведем тут же. То есть на наших мощностях. Ну, давайте пройдемся. Установите. Да, да, да. Пройдемся по продукции УКОИЛ. Я вижу цены. Вот промывочное масло 63 рубля. Трансмиссионное 67 рублей. И потом уже 100 рублей, 159 рублей. Это потому, что вы именно официалы. Да, да. Что еще хотелось бы сказать. Хочется разрушить миф, что бочковое масло разъемное чем-то отличается. На самом деле оно заливается на абсолютно том же заводе, на абсолютно том же конвейере. То есть мы получаем эти бочки из Перми напрямую, с нефтеперебывающего завода. Просто человек не платит за упаковку, за дорогую, за более дешевую доставку. И, естественно, ценник отсюда уже попроще. Ну, что скрывать. Последний раз в Турции мы заправлялись на Лукоиловской заправке. Их, по-моему, в Европе больше, чем в России. То есть об уровне масла Лукоила как можно судить? Ну, люди привыкли думать, что Лукоил – это, как правило, дешевое и не очень качественное масло. Но пусть люди приедут, и мы покажем и докажем, что у Лукоила есть верхняя линейка, которая соответствует всем европейским правилам и нормам. И вполне можно заливать и в Мерседес, и в Форд, и без всяких проблем любой автомобиль. Ну и раз мы решили нанести упреждающий удар по пунктам экспресс-замены масла, скажем, здесь в раз смогут обслужить машин больше, чем где-либо. Кстати, дело ведь не заканчивает столько заменой масла. Мелкосрочкой это возможно. Да и здесь умеют крутить гайки, а не только отворачивают заливные горловины. Теперь простая арифметика. Из вышеозвученной суммы экономий в 1000 рублей. На каждом литре масла по соточке – это 400. Остальное – это те же 100 рублей, ровным слоем, раскатанные в фильтрах и расходниках. Вроде мелочь, а по сумме не мелочь и неприятно. Поэтому едем все-таки в фаворит. Приехал, увидел и заменил масло в таких условиях, которых не существует. Ну, понятно, что очень тепло, понятно, что все свое. Понятно, что и это теперь подешевле, потому что все свое. Немножко аренда всех сервисменов немножко подзадолбала. Так, теперь, если мы берем ваши масла, мы получаем скидку, да? А если мы, допустим, хотим еще и фильтра поменять? На замену всех фильтров предоставляется скидка 20%. Да и вообще на все работы, если вы что-то у нас купили, то 20% получите на замену этой детали гарантированно. Что касается фильтров, замена масла всего обойдется в 100 рублей. Почему 100 рублей? Ну, потому что это, мне кажется, минимальная уже такая цена, но ниже которой. Да мы бы опустились, да уже, наверное, как-то людям будет стыдно платить меньше. Хочется сказать, что если в других меняют бесплатно, то, как правило, эта цена входит в банку масла, которое они продают. Мы решили тут не производить, скажем так, таких обманов. Поэтому, ну, все по-честному. Я даже добавлю, вот раз мы уже начали открывать для товарищей автомобилистов, что цена замены масла, вот эти 100 рублей, да, входит в каждый литр масла в некоторых сервисах. Ну, так, нормальный, да, способ заработка? 4 литра и 400 рублей. А вам, говорю, вас лечат, что вы это, бесплатно. Ладно. Стоит ли мне за фильтрами ездить везде и всюду, рыскать там, бензин опять же тот же самый тратить? Нет, фильтр искать не надо. Практически на все ходовые иномарки фильтры у нас имеются в наличии. Сразу же приехали, взяли набор. То есть, это салонный фильтр, фильтр очистки масла, фильтр очистки топлива. Ну, и, естественно, воздушный. И, ну, наборчик, можно даже получить скидочку. Ну, давайте, цена волшебного шабуза, допустим, для самых распространенных автомобилей. Логан, Nexia, там, ну, и Chevrolet Alcetti. Вот я приготовил набор на Alcetti. Общая стоимость фильтров 600 рублей. Ровно 600. Есть в наличии? Есть все в наличии.